Удобные и быстрые деньги или высокие проценты и риск расстаться с имуществом. Сегодня поговорим о ломбардах. В Иркутской области таких компаний зарегистрировано почти 50. Разберемся, для кого подходят займы в ломбардах, кто их контролирует и на что обращать внимание при выборе кредитора. У нас в гостях управляющим отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук. Игорь Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте, Мадина. У меня такой вопрос. При условии ломбард у людей возникают двоякие чувства и все-таки многие настораживаются. Для кого подходят ломбарды? Начнем с того, что ломбард это уникальный участник финансового рынка. Ломбарды выдают займы под залог личного движимого имущества. Зачастую это имущество, бывшее в употреблении. Вообще история ломбардов насчитывает уже сотни лет. Сегодня это современная организация, в которую вы можете обратиться, если у вас появилась потребность занять небольшую сумму денег. При этом у вас есть имущество, которое вы можете оставить в залог. Ну а оформить заем можно, имея только паспорт. Расскажите, в чем ломбарды привлекают клиентов, в чем их особенность, ну и какие условия есть по сравнению с теми же банками? В ломбарде можно достаточно быстро и с большой вероятностью оформить заем. Процентная ставка при этом ниже, чем в микрокредитных компаниях, но выше, чем в банках. Вообще процентные ставки, они ограничены среднерыночным значением полной стоимости кредита. Эти значения рассчитываются на ежеквартальной основе Банком России. Но вот эта полная стоимость займа в процентах и в денежном выражении помещается на титульную страницу залогового билета. И здесь вы можете сразу увидеть, какую сумму вам придется вернуть. Раз мы заговорили о залоговом билете, собственно, какие документы должны предоставить клиенту ломбард? Ну и, собственно, что должен предоставить сам клиент ломбарду? Главный документ – это залоговый билет в двух частях. Туда помещается информация об условиях займа и информация о предмете залога. Кроме того, туда должна помещаться информация о процентной ставке, о условиях возврата и о величине заема. Также залоговый билет может оформляться в электронном виде. При этом он направляется на электронную почту или в личный кабинет клиента. Аналогом же в этом случае электронной подписи служит код из СМС-сообщения, такой же, как при оформлении онлайн-кредита. А что можно сдать в залог ломбард? Это зависит от самого ломбарда, чем он занимается. И, в принципе, ломбарды принимают все от бытовой техники и золота до автомобилей. Но брать в залог запрещено жилье и товары, которые имеют ограничения по движению. Например, оружие, лекарства. Вообще, у нас в России, и в том числе при Ангарии, самые популярные – это ювелирные ломбарды. Их примерно 80% на рынке. Ну а сам принцип работы любого ломбарда достаточно прост. Вот вы, Мадина, берете вещь, приносите ее в ломбард, сотрудник этого ломбарда ее оценивает. Это и будет та сумма, которую вы можете взять в долг. Если вас все устраивает, вы подписываете залоговый билет, берете эти деньги. Но при этом ваша вещь остается в залоге у ломбарда. А дальше вы гасите сумму, гасите набежавшие проценты и забираете тут же свое имущество. А как же автоломбард? Я знаю, что существуют и такие услуги. Машина остается у меня, вот как у клиента? Либо же мне ее нужно отдать? И вообще, что такое залог под ПТС? По закону машина должна оставаться в залоге. Для оформления, конечно, потребуется паспорт транспортного средства. Но после подписания документов ПТС как раз и должен остаться у вас на руках. При этом ломбард должен забрать автомобиль, его застраховать и поместить на охраняевую стоянку. И вот здесь я хочу подчеркнуть, что выдача займов под ПТС в ломбардах это незаконно. Получить деньги под залог автомобиля, при этом им пользоваться, можно в банках или в микрофинансовых организациях. И вот в этом году на территории Иркутской области уже выявлялись организации, которые под вывеской ломбарда предоставляли займы под ПТС без передачи автомобиля. Но это черные кредиторы, они никакого отношения к легальному рынку не имеют. Как все-таки определить, где лжи ломбард, а где честная финансовая организация? Прежде чем оформлять заем, надо убедиться, что организация действительно является легальным участником рынка и включена в реестр. Этот реестр можно посмотреть либо на сайте Банка России, либо в приложении ЦБ онлайн. Также нужно обратить внимание на то, включена или не включена компания в перечень организаций, которые имеют признаки нелегальной деятельности. Такой перечень тоже размещен на сайте Банка России, он пополняется ежедневно. Еще на что нужно обратить внимание. Зачастую под вывеской ломбардов работают комиссионные магазины. Здесь уже они берут у людей имущество с правом обратного выкупа. Это уже не залог. По сути, уже человек не является владельцем этого имущества. Ну а если, в любом случае, если организация под вывеской ломбарда пытается с вами заключить сделку на незаконных условиях, об этом можно сообщить в приемную Банка России, интернет-приемную Банка России. Спасибо вам большое за такую содержательную беседу.